Россия с начала войны в Украине пугает весь мир ядерной войной. Потому что зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, зная, как вообще здесь все устроено, это невозможно. Невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. И в то время, как пропагандисты Кремля орут на эфирах о ядерной войне, а сам Путин прячется в бункере, остальной цивилизованный мир не на шутку задумался над покупкой частного бомбоубежища. Когда вы включаете новости, вы видите, Северная Корея говорит о ядерном оружии, Россия говорит о ядерном оружии, Китай говорит о ядерном оружии. Я никогда в жизни не видел, чтобы так много людей говорили об этом. И это страшно. Это заставляет людей покупать бункер. В Германии из-за войны в Украине всерьез заговорили о том, чтобы восстановить систему общественных бомбоубежищ, которые существовали по всей стране со времен Второй мировой и Холодный войн. Раньше у нас было 10 звонков в день, сейчас 60 час. Самый простенький бункер площадью 10 квадратных метров продается за 49 тысяч евро. Всего неделю назад ценник был 35 тысяч. Это бункер со стальной обшивкой, внутри биотуалет с бронированной дверью, вентиляция и система очистки воздуха. Люксовое бомбоубежище на 90 квадратных метров, шестью кроватями и мини-кухней обойдется уже в 360 тысяч евро. Обещают, что оно защитит от ядерного, химического и биологического воздействия. Тем, кто готовится к длительной войне или даже к атомной катастрофе, лучше выбрать жилище попросторнее. Туда и продуктовых запасов больше поместится. Владельцу бункера придется раскошелиться также и на проектные работы, исследование почвы и саму установку. А это еще около 20 тысяч евро. У нас сейчас хорошо идет бизнес в Украине и Польше, потому что там идет война. У меня есть несколько украинских клиентов, состоятельные люди. Они хотят получить бункер как можно скорее, желательно прямо сейчас. Интерес к бункерам за последний месяц охватил не только Европу. Он наблюдается и в США, и в Азии. За последний месяц интерес к ним подскочил аж на 700%. Это новый тренд в Америке. Я продаю бункеров на миллионы долларов каждую неделю. Завод по производству бункеров Рона находится неподалеку от Далласа, штат Техас. Сам Хобарт занимается этим вопросом уже 11 лет. В среднем его товар стоит от 40 тысяч долларов до 1 миллиона. Размер стандартного бункера составляет 3 метра в высоту и 12 метров в длину. Вот такой обойдется примерно в 200 тысяч долларов. Вы спрашиваете, как же обычные люди? Это прискорбно и несправедливо. Ну да, богатые живут лучше, чем все мы. В стандартных бункерах есть все самое необходимое для удовлетворения базовых потребностей. Смотрите, здесь обычный унитаз, столешница из гранита. Взгляните на эти красивые раздвижные двери. В бункере есть хранилище под полом. Половицы поднимаются. Здесь также встроены резервуары для воды. Так что вы можете хранить всю свою еду и припасы здесь, внизу. И, конечно, самое главное, воздух проходит через этот угольный фильтр, что обеспечит вас воздухом, пригодным для дыхания. Но если средний класс только изучает рынок, толстосумы давно уже обзавелись подземными убежищами, которые могут выдержать и ядерную, и химическую атаку. У кого есть тики-бар дома? А этот бар находится в доме 20 футов под землей. Называется бар «Карибы». Бункер, кондоминиум, сэвайвл, кондо в Канзасе. Нечто среднее между бомбоубежищем и подземным дворцом. Здесь продается квартира на весь этаж за 3 миллиона долларов. Самый дешевый – полтора миллиона долларов, половину этажа. А самые дорогие пентхаусы – за 4,5 миллиона долларов. Бункер может вместить до 75 человек и имеет достаточно ресурсов, чтобы могли прожить в нем до пяти лет. Все покупают бункеры, и никто не называет это сумасшествием. Большинство специалистов, обсуждая ядерную угрозу России в отношении Украины, говорит о тактическом оружии. К примеру, ракета комплекса «Искандр» имеет вариант ядерной боевой части мощностью до 50 килотонн, точка «У» – мощностью до 100 килотонн. Взрыв над Хиросимой – 13,18 килотонн, на Гасаки – 20. В Хиросиме в течение нескольких минут погибли 90% людей, находившихся на расстоянии 800 метров от эпицентра. По истечении пяти лет общее количество погибших с учетом умерших от рака и других двухзасрочных воздействий взрыва достигло 200 тысяч. Трагедия в Нагасаки на расстоянии до одного километра стерла все живое. Спустя пять лет количество погибших могло достичь или даже превысить 140 тысяч человек.